Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы с вами рассмотрим случай белых прыщей на мошонке. К нам обратился молодой человек с жалобой на множественные прыщи на мошонке, которые образовались на него несколько месяцев назад. Он обращался к профессору-дерматологу, я не буду называть кому, чтобы не нарушать основу деонтологии, которая прописывала ему различные наружные препараты. Могу сказать, что это типичный врач-моляр, естественно, что без эффекта. Он мазался ими несколько месяцев, после этого ему надоело мазаться, и он все-таки решил сменить профессора. Ну, соответственно, может быть он думал о каких-то контагиозных моллюсках, но при осмотре врачей-моляров или врачей-профессоров-моляров. Это, по сути дела, вот такие сальные железки, которые расширены, которые забиты и принципиально, ну, конечно, можно их мазать какими-то препаратами по типу мочевины, по типу ретинуевой мази, которые пытаются открыть эти протоки, но, в принципе, как правило, это неэффективно. Ну, может быть, только в мыслях и мечтаниях врачей-моляров или врачей-профессоров-моляров. Здесь, к сожалению, необходимо в большинстве случаев удалять. Можно, конечно, попытаться назначить ретиноиды внутрь, якобы они уменьшают объем сальных желез, и так далее, то есть поступить по непосредственно методике лечения обычных пурщей или акне. Однако никто такие на сегодняшний день исследования, насколько я читал в мировой литературе, не проводил, то есть при атеромах мошонки, таких даже мелких, не назначались ретиноиды в тех кумулятивных дозах, как они назначаются при, в общем-то, при акне. Ну, интересно было, конечно, попробовать, однако мы не проводим эксперименты на людях. В общем-то, пациенту было объяснено, что это атеромы мошонки раз, второе, как бы, было удалено, четыре, как по-моему, маленьких атеромки, и, соответственно, сказано, что если косметический дефект, тот, который образуется в виде маленьких, там, сначала белых рубчиков, потом они постепенно переходят в цвет нормальной кожи, его устроят больше, чем сами атеромы, то, в принципе, стоит продолжать дальше, и можно удалить теоретически и даже все атеромы подобные. В этом никаких глобальных проблем нету, главное удалить саму стенку непосредственно данных образований, чтобы они повторно не рецидировали. Здесь они, в принципе, небольшие, поэтому, ну, таких глобальных проблем, как правило, не представляет, за исключением случаев, может быть, воспаления теромы, что также бывает и освещено на нашем канале. При необходимости диагностики и лечения различных высыпаний, новообразований в властеполовых органов, вы можете обращаться к венерологам-урологам нашего медицинского центра Платный КВД в Москве, у нас принимают грамотные специалисты, которые занимаются диагностикой и лечением подобных заболеваний. Ждем вас в нашей клинике, также подписывайтесь на наш канал на YouTube и наш канал Instagram. Спасибо за внимание.